приветствую я ирина бейли и это аэропорт моды в эфире частный рейс с евгением шишениным историком модель лектором консультантом по имени также креативным директором и дизайнером бренда мужской одежды take it like a man да и просто замечательным собеседником приветствую и полетели говорить мы будем об истории свадебных платьев и я вот не случайно все таки выбрала такую яркую праздничную оптимистичную тему потому что несмотря на все трудности которые нам вот мир так вот кидает под наши под ноги нам я все же считаю что очень многие невесты не откажут себе в удовольствии сделать фотосессию почувствовать себя необыкновенной единственной неповторимой потому что леди они ощущают один раз в жизни пусть вселенная благоволит именно по этому поводу я хочу и в общем-то обсудить тему истории свадебных платьев для того чтобы наши будущие невесты бывшие невесты уже жены или те которые просто интересуются чтобы они тоже узнали побольше о том откуда все началось как это все продолжалось что происходит сейчас и к чему все идет объемная тема очень но интересно и красивая что немаловажно и так первый вопрос у меня к вам они как историку модель откуда берет свое начало свадебное убрать когда невеста почувствовала себя невесты что она должна нарядиться для того чтобы предстать вот таком амплуа уже будущей жены на торжестве когда это все началось такой категории как свадебное платье в общем-то не было потому что одежда которую использовали для разных сцене церемоний мало друг мало отличалась как бы бытовой древности по крайней мере у вас скорее всего может быть было нечто обозначающее важность церемонии скажем венок какое-нибудь украшение специальное покрывало или головной убор очень часто был отличительной чертой мне так кажется что все началось с иерархии да то есть люди начали понимать нет на самом деле началось нет не думаю началась в общем-то вся формализация так сказать женитьбы по крайней мере в западном мире который мы знаем началась с принятием христианства почему потому что вся вся процедура становления мужем и женой перед глазами общества бога церкви происходило церкви в соборе и в каком-то святом месте поэтому это было был новый тип так сказать процедуры под которой была целая специально придуманная церемония и как у каждой церемонии у нее выработался по ходу дела специальный подход как бы презентации одежной но внешнего вида но очень долго специально свадебного платья не было было специально сшитый нарядный или экстраординарно нарядный туалет но он не назывался свадебным платьем свадебное платье как категория это скорее уже викторианская эпоха 19 века тут происходит интересная вещь потому что исторические сложившие как бы начале мода которая была доминирующий в эпоху викторианскую в раннюю сторону в 19 веке это было так сказать засели кринолина причем кринолина круглого а не так сказать плоского овального который был в 18 веке и традиционно с ним перешло к нам вот эта традиция огромной юбки с прилегающим лифом символика фаты была очень старая она древняя древняя и собственно она заключалась в том что женщина в том случае девушка в глазах общества не существовала как личность как некая член общества с которым нужно считаться до тех пор пока она не выходила замуж то есть она была сокрыта от нас не было такой категории свадебного платья мог быть создан специальный туалет для церемоний и даже для нескольких церемоний потому что была церемония в церкви был прием во дворце были празднества после приема во дворце а потом были празднества после так сказать консумации и для каждого из них был создавался туалет супер роскошное но как такового платье не было важнее всего был венец и так сказать уаль или как у нас называют фата я начал говорить о ее символике потому что она очень древняя и как бы она дошла до наших дней хотя уже растеряли ее значение но было все не в том что снимая ну открывая лицо женщины перед лицом богом она становилась полноценным членом общества и принимала обязанности членов общества в данном случае ее обязанностью было продолжение рода забота о семье сохранение брака и так далее это был переход серьезный в жизни женщины как бы из одного состояния в другой и он был более чем символичный мы приобретали права выходя замуж тогда и у вас появлялось значение если вы становились женой известного любого серьезного человека в государстве или в какой-то местности вы приобретали одновременно с этим часть его значительной значительности а уж упоминая тех же имиджи катерина меричи стала королевой франции и одновластно как бы одновластно правило странной и другие годы так что но она могла туда попасть старшиной короля скажите а длина вуали она имеет какое-то символическое значение нет это уже так сказать вопросы и стилистики и принятых так сказать норм роскоши потому что юбки увеличивая здесь шлейфы удлинялись фото тоже увеличилась как бы тут уже была мера фантазии невесты скажем древние римские невесты просто упутывались свое обычное покрывало обычного размера которая выносили всегда но во время церемонии жене выхода замуж они должны как бы с них снимали они представали перед обществом во всей красе а как с веками менялся цвет свадебного платья что на это повлияло и как цвет возможно символизировал какой символики не было вообще-то и был какой-то момент во франции где предпочитали красный цвет но это было даже во всех областях и это было даже ну не обязательно красный который в видула масса оттенков но как правило вообще до девятнадцатого века аристократический вкус очень любит цвет поэтому все очень многоцветное и символики цветовой не было но когда пришла протестантская королева власть евангелии и нужно забывать что она немка и у нее очень при том что судя по всему она была горячая женщина и любила секс но при этом была очень как это по-русски оптать короче говоря она выставила нормы морали период как внимание общественной жизни и вдруг не как бы ни с того ни с сего невесты обязаны были быть девами я сделал физиологическом смысле и книг к ним же привезли для пущей так сказать значимости культ весталок римский это богини жрицы которые оставались вечными девами храме место и как бы они ходили белых хитон и это стало как бы связалась с темой девственности стены стены чистоты и невинности и как бы белый цвет перекочевал из цвета белья символ женской длинности символ девичества символ чистоты и он как бы постепенно стал он не сразу как бы завоевал эту позицию но поскольку уже в 15 веке а англия занимала лидирующая международное положение во всех отношениях и задавала тон то очень быстро европа приняла это как норму и с тех пор мы не можем успокоиться с тех пор так и повелось в великобритании я еще добавлю наверное что белый цвет особенно в средние века уже ближе к 19 веку это в любом случае даже в том же 19 веке это была вещь очень дорогая потому что не было средств для того чтобы содержать эту белую вещь и фактически уже когда белый цвет свадебной моде начал завоевывать свои рубежи это могли себе позволить только очень состоятельные и одевалась это все фактически один раз день дракосочетания поскольку после ну вот как она уже теряла свой первоначальный девственный девственность нужно просто заметить что вплоть до почти что 1910-х годов фактически одежда не стиралась потому что стирать эти платья было невозможно и как бы поэтому и сшили очень часто из двух частей что можно было менять типа корсаж прокладки внутри с тем чтобы не запотевала или там скажем не портилась внешней ткани то есть масса вещей было вещей которые как бы позволяли как бы продлить пользование платьем на стирать его было невозможно стирали только нижнее белье и чулки ну да брали биту и и стирали именно так и было а кто повлиял на свадебную моду тех дней исторически кто ну можно сказать стал революционером не такого такого не было но поскольку как бы вот культурный культурный так сказать тренд запустил Charles Worth он как бы первым как бы задал тему роскошного платья сладебного на заказ и конечно же это был кринолин и конечно же это был корсет и конечно это же были кружева вышивка и все прочее что можно так сказать в это платье вставить и с тех пор нормой как бы дизайнерской для свадебного платья стала вычурность и как бы с этим мы пришли в сегодняшний день летим дальше впереди у нас много интересного творите и дерзайте друзья Евгений еще раз спасибо огромное спасибо 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 спасибо